говорить, что к гомосексуалитам это приводное явление. И утверждают, что даже два гомосексуала, если готовы, могут завести детей. Значит, дело в том, что, вообще говоря, давайте смотреть правде в глаза. Гомосексуальные наклонности есть примерно у любых животных, в том числе и у человека, ну там, условно говоря, полтора-два процента. Любимая тема. Но традиционная культура гласит, что это явление имеет место. По этому поводу не надо ни шуметь, ни орать. И вообще, если люди этим занимаются у себя дома, то пускай занимаются. Главное, чтобы они не занимались пропагандой среди молодежи. Они почему-то не любят делать это, именно почему-то они хотят у себя дома заниматься, они хотят идти к нам. А вот это, с точки зрения традиционных ценностей, вещь абсолютно недопустима. Точка. Все. Вот это, еще раз повторяю, это традиционные ценности, которые я разделяю. Да, разумеется, можно их. Но, кстати, даже в тех странах, где это наказуемо, а наказуемо это было в Англии до 70-х годов, в США до 70-х годов. В Афганистане до сих пор. Ну, в Афганистане там, исламский мир. Опять-таки, если ты этим занимаешься дома, никого это не волновало. Вот. А либеральная логика гласит? Нет. А дальше начинается самое главное. Любые меньшинства всегда ощущают себя обижены. И дальше они начинают говорить, нет, вы вот как бы признаете наше право. Ну, и дальше мы знаем, что получается. Гей-парады и прочие разные безобразия. Ну, понимаешь, ну что, как бы, мы как бы все, это все, все, вещь, которую американцы абсолютно не понимают. Что в традиционном обществе, это просто вопрос. Американцы проповедовали ЛГБТ-ценности в Афганистане. Вот поэтому афганцы не стали сражаться против талибов. Да. Потому что с точки зрения человека, выросшего в традиционном обществе, пропаганда ЛБГТ, ей могут заниматься только, ну, как бы, ну, абсолютные уроды. И поэтому отношение к американцам, там, где они этим занимаются, что это уроды. Ну, и все. Продолжение следует... Продолжение следует...